В нашей группе ВКонтакте ещё весной я интересовался у вас стоит ли разбирать Руинер, Пайр и Мор Утопия. Если с Мором всё было изначально ясно, как я понял это культовая игра в определённых кругах, то вот первые две были для меня настоящими загадками. Так вот многие писали, что Руинер недостаточно проработан и вообще в плане лора он не сравнится с Пайр. После этого поста я сам прошёл обе игры, чтобы убедиться в этом и, знаете, вынужден согласиться. Действительно, Руинер – игра больше заточенная под зубодробительный геймплей и крышесносный экшен и там довольно незамысловатый сюжет, но в процессе прохождения я всё больше и больше погружался в этот невыносимо мрачный сеттинг киберпанка, где разные азиатские культуры смешаны с ультрасовременными технологиями будущего и всё это под шикарный саундтрек. К тому же, возможно, что в скором времени выйдет дополнение к этой игре и, как я понял, оно может быть сюжетным. Да, в игре не самый сложный сюжет, однако что лично меня зацепило, так это очень интересный мир, у которого, если этого захотят разработчики, есть потенциал перерасти хоть в полноценную вселенную. И именно поэтому я бы хотел вам рассказать про эту игру, её сюжет и историю её мира. Сейчас не так много игр в сеттинге киберпанка, так что для фанатов этого жанра эта игра может стать глотком свежего воздуха. И да, чуваки и чувихи, я читаю комментарии и вижу какие вы игры предлагаете. Не беспокойтесь, осенью разберу Pyre и возьмусь замор. Ещё я знаю, что релизнулись Dead Cells и Death's Gambit. Во вторую я ещё не играл и пока не знаю точно будет ли разбор, но разбор первый я, наверное, сделаю. Также я знаю про то, что вышел новый контент пак для Hollow Knight, над ним я уже начал работать, он будет следующим. И конечно же я не забыл про Prey, просто там слишком много информации, диалогов, записок, переписок, аудио сообщений и там подобное. А я очень хочу донести до вас максимально возможное количество информации. Поэтому просто потерпите, всё это будет. Ну а теперь, когда со вступлением наконец покончено, давайте переходить к Руинеру. Руинер немного подождёт. Нас тут настоящий киберпанк. Не хочешь, чтобы тебя взломали? Не качай торрент игры. Будь паинькой, плати за свои развлечения и не словишь вирус. И не надо переплачивать, просто покупай игры со скидками на gapestore.ru. Толить всё, что тебе нужно. Ссылку мы оставим в описании. Возвращаем вам Ликориса. Приятного просмотра. Итак, Руинер – это изометрическая игра в жанре shoot'em up, выпущенная, что забавно как и хоп, 26 сентября 2017 года. Разработчиком этой игры выступила польская студия Raycon Games, а издателем стала американская компания Devolver Digital. И тут у меня для вас есть два интересных факта. Первый связан с названием студии разработчиков. Слово Raycon они записывают иероглифами и в переводе с японского оно означает «душа». Таким образом выходит что-то вроде «душевные игры» или «игры с душой», а второй с издателем. Дело в том, что Devolver Digital – это одна из немногих издательских компаний, которая занимается продвижением инди-разработчиков. Так вот, под их крылом выходили такие всем известные игры, как Серьёзный Сэм, Hotline Miami, Duke Nukem и, внезапно, More Utopia, о которой мы рано или поздно поговорим. Студия Raycon Games была основана в декабре 2014 года прямо в столице Польши, в Варшаве. Первая идея создания игры пришла к ним в мае того же года. В сентябре уже были готовы некоторые концепты, а с ныря до 2015 работа началась полным ходом. Хоть Ruiner и является их дебютным проектом, по отдельности её участники уже принимали участие в работе над такими играми как Ведьмак, Dying Light, This War of Mine и даже Cyberpunk 2077. Естественно, многие из членов студии являются большими фанатами классических аниме про киберпанк – Акера и Призрак в доспехах. В этом время работы они во многом вдохновлялись этими произведениями. Однако, хоть события игры и происходят в мрачном сеттинге киберпанка, он не является основным лейтмотивом игры. Их главным источником вдохновения был реальный мир, в котором мы сейчас живём. Потому что они считают, что будущее уже наступило. Собственно, о чём же эта игра? Её событие происходит в 2021 году в вымышленном азиатском городе Рэнкоке, который стал убежищем для разнообразнейших слоёв общества. На его улицах можно встретить членов преступных банд и бывших копов, ищих спасения на дне бутылки, и проституток, ставшими такими не по своей воле и даже бизнесменом, которые сделают всё, чтобы выросли акции их компании. Главный герой – молчаливая машина для убийств с технологичным протезом вместо левой руки. Его цель – найти своего похищенного брата и на пути к ней он не становится ни перед чем. Кроме этого, в игре присутствует борьба различных рубировок за власть, предательство, пытки и жестокие убийства. Сама игра – смесь визуальной новеллы и зубодробительно-изометрического шутера с элементами прокачки. Сюжет здесь подаётся иногда в катсценах, в которых отсутствует звук, но чаще всего в диалогах с другими персонажами. Главный герой очень молчалив и в основном его ответы сводятся либо к кивку, либо к пожиманию плечами. Максимум он ещё может хрустнуть пальцами. Как я уже сказал, сюжет здесь довольно банален, хотя и обладает своими твистами. Вся суть игры заключается в очень хорошо переданной мрачной атмосфере киберпанка и окружающем мире, который с лёгкостью можно превратить в очень увлекательную вселенную. Что касается моих впечатлений от игры, то мне она очень понравилась геймплейно. До того как сесть играть, я уже знал, что во многом Руинер похож на Hotline Miami, а эту игру я очень люблю. К тому же в этой игре присутствуют различные способности, которые позволяют ещё больше разнообразить брутальные драки с противниками. Правда, если вы будете играть, то настоятельно вам не рекомендую ставить высокую сложность, особенно если такие игры вам не очень легко даются. Сначала я и сам подумал, что раз Hotline Miami я же осилил, значит и это получится. Но буквально на первом же уровне всосал по-дикому. В тот момент даже появились мысли о том, чтобы переключить сложность, но решил дать себе шанс и в итоге превозмог. Потом с трудом пробивался сквозь эти уровни, а где-то чуть дальше середины опять не выдержал и уже решил переключить, как вдруг выскочило уведомление, что если я сменю сложность на какую угодно, то мне зачитают это как слабость и вообще не дадут никаких ачивок и тому подобное. Короче, пришлось проходить так. Последняя миссия – это просто ад. Именно поэтому футажи записывал на повторном прохождении при минимальной сложности. В общем, я постарался более-менее представить вашему вниманию данный проект. Теперь же давайте наконец приступим к изучению его мира. Так как в этой игре необходимости в интерпретации событий практически нет, я постараюсь подробно и в последовательности описать общую картину его мира, иногда дополняя рассказ какими-то интересными фактами или теориями. Ну и конечно, на всякий случай предупреждаю – берегитесь спойлеров. Если не боитесь, то представляю вашему вниманию История мира Руинер. В 2021 году повсеместные технические достижения и компьютеризация не изменили человеческую природу. Играть с людскими жизнями ещё никогда не было так весело. После этой фразы прямо на собственном примере нам показывают каково это играть с людскими жизнями, взламывая мозги главного героя. Человек, что это сделал, даёт задание убить некого босса и говорит, что мы находимся на какой-то базе, именуемой Небесами. Ну и пошло-поехало. Теперь всё, что остаётся нам делать – это двигаться вперёд, уничтожая любого, кто попадётся на пути. Сначала это обычные охранники, обучаемые охранять частные и общественные места. Таких часто нанимают для публичных мероприятий, и хоть они и обучены быть вежливыми, могут применять убийственную силу, если им не подчиниться или оказать физическое сопротивление. После них появятся современные стационарные турели, обладающие внушительной мощностью. А в конце главной герою будет ждать начальник охраны, вождь Ватаяма, чтобы лично с нами расправиться. Этот убийца был воспитан Якудзой, но вскоре покинул её, считая, что он потерял свой путь и предназначение. В итоге он стал самым преданным слугой Большого Пса, или другими словами Босса, которого нам поручили убить. Естественно, никому из них не удаётся с нами справиться, и все они умирают жестокой смертью. А главный герой продолжает двигаться дальше. Кстати, по ходу этого движения, кроме приказов хакера, взломавшего нас, время от времени всплывает фразы некой девушки, которая просит нас остановиться. Но этого мы сделать не можем, вследствие чего доходим до финальной двери. Пытаемся её открыть и, внезапно, она взламывает ещё раз, заставляя взорваться руку от перегрева. Это позволяет уйти от влияния загадочного человека и теперь с нами связывается она, причём в игре это слово является её именем, неизвестный хакер, лучшая из лучших. А ещё она прикрепила на одежду клеймо жертвы из Берсерка и пилюлю, которая может быть отсылка к анеме Акера. Так вот, она сообщает нам, что некто взломал наш мозг, чтобы послать убить босса одной очень влиятельной корпорации под названием Небеса. Более того, этот некто похитил нашего брата, чтобы шантажировать. Она же хочет помочь вернуть его и поэтому предлагает отправиться в Южный Ренкок, где можно восстановить силы и обсудить дальнейшие действия в относительной безопасности. Небеса – это огромная корпорация, которая, вложив значительные средства в регион Ренкока, почти им завладела. Под огромным корпоративным зонтиком небес бесчисленные дочерние компании работают в самых разных сферах – от научных разработок до производства, логистики, транспорта и всего сопутствующего. Их основным продуктом является виртуальность, чей слоган «Реальные ощущения в виртуальных мирах». Но самое забавное в этом то, что главы компании действительно верят в том, что они строят рай на земле. Управляемые спросом и предложением и прихотями рекламодателей, их проекты давно вышли из-под контроля и представляют собой печальную пародию на виртуальную утопию. Что касается города, то Ренкок – это обширная городская территория, расположенная в Юго-Восточной Азии. Здешние законы, а также дешёвая рабочая сила, низкие налоги, разгул коррупции и царящее беззаконие сделали этот город идеальным местом для ведения своего бизнеса. К тому же, это центр виртуальности, как я уже сказал ранее. Сам город разделён на районы. Южный Ренкок – это самый бедный, грязный и неинтересный район города. Здесь обитают все отбросы общества. Фрики, изгои, преступники и просто те, кому не посчастливилось. Обычные люди сюда не суются, разве что те, кому нравится грязь, не читая насилия. Это идеальное место, чтобы залечь на дно, однако, несмотря на уровень жизни в этой части города, здесь есть и те, кто точно знает, что делает. Среди всяких лентяев и чокнутых, в этой дыре заправляют реально хитрые ублюдки. В общем, кое-как главный герой добирается до этого города, но там теряет сознание от изнеможения. Его находит Механикс – старый ворчливый дед, прокачанный во всех местах. В городе у него своя мастерская по ремонту байков, поэтому он в курсе всех электронных устройств и знает их вдоль и поперёк. Так вот, он оказывает нам первую помощь, ремонтируя маску, устанавливая новую руку и вживляет шип гражданина, позволяющий пользоваться гармой. Карма – это валюта в южном рынкоке, часть системы управления гражданами корпорации Небеса. Она работает так – чем её уровень выше, тем выше статус гражданина и тем больше и лучше его имущества. Правда, загвоздка в том, что её накопление зависит от того, как действие гражданина воспринимает система. То есть её можно потерять как за убийство, так и за ношение неправильной прически. Весёлая система. Её придумали и разработали на Небесах. В Ренкоке гражданство основано на лицензионном соглашении на программное обеспечение. При рождении человеку вживляется чип, который не только хранит его карму, но и отслеживает его движения, биоданные, встречи, поведение и, вполне возможно, даже мысли. На основе этого система предсказывает оптимальное решение на жизненном пути. Это вроде бы очень удобно, но на деле такие рекомендации часто приводят к ловушкам судьбы, в результате которых люди либо попадают в число носителей, либо становятся секс-игрушками, либо вообще идут на органы. После этой небольшой операции с нами связывается она и сообщает, что выяснила имя того, кто взломал наши мозги. Этим хакером оказался некий колдун, который работал программистом в Штате Небес, пока кто-то не подговорил его устранить босса. Правда, его след обрывается в Южном Ренкоке, поэтому, чтобы найти его, она советует обратиться к Рустаму, бывшему копу с мутным прошлым. Он может позволить себе жить хоть в самом престижном районе города, но присиживает свою задницу в затлом дешёвом баре Южного Ренкока. Очевидно, он всё ещё связан со своей работой, хоть уже неофициально. При встрече, Рустам рассказывает нам о том, что колдун связался с местной бандой под названием Калеки, которая обитает на закрытой парковке и предлагает работу – убийство определённых преступников, за которых назначена награда. Выслушав его, мы направляемся на их территорию на поиски колдуна. Сами Калеки хоть и представляют опасность, но по сути они являются лишь когда-то брошенными детьми, приступившими закон. У них нет ни нормального снаряжения, ни дома, а живут Калеки как крысы в сырой тёмной подземной парковке Южного Ренкока. В бою они используют всё, что умудрились найти в своём убежище – кулаки, ноги, арматуры, трубы, коктейли молотова и некоторые пушки. За масками их лица часто также изуродованы, как и их души. Причём они настолько поехавшие, что иногда затаскивают копов к себе на парковку и мучают их там до смерти просто ради удовольствия. Кстати, в городе обитает ещё несколько интересных персонажей, с которыми можно взаимодействовать вне миссий. Это Алина, владелец клуба ЗУ под тремя слонами на самой злачной улице Южного Ренкока, древняя китайская провидица Идзин, которая видит и знает всё, а также может предсказывать будущее, художник Калека, член банды Калек, чё хобби граффити, делец, который ищет любые способы для манипуляции собственными акциями и других компаний, хулиганка, член тайной подпольной организации противостоящей Слишке и Контролю Небес, старая чокнутая бездомная женщина-бормочная не пойми что и последняя Дэйзи, хостес в клубе виртуальности. Что делать провидица, вроде как и так ясно. Её роль в игре – это расплывчато описывать, что будет происходить с игроком на следующей миссии. Причём просто так она об этом не расскажет. Для этого нужно собирать старые монеты, которые разбросаны в количестве трёх штук на каждом из уровней. Дэйзи работает хостес в клубе у Алины, её семья была очень бедной, из-за чего им даже пришлось бросить свою дочь. К счастью для девочки, всё сложилось… относительно удачно и теперь у неё есть модная работа, на которую она сопровождает на приёмы всяких важных людей. С родителями она не поддерживает отношения от слова совсем, Дэйзи даже не знает живы ли они ещё. Загвоздка здесь в том, что её радость и благодарность людям, которые дали ей такой шанс, являются всего лишь имитацией данных чувств. На самом деле Дэйзи очень сильно боится своей работы. Все её подружки пропали без вести, а её саму запросто могут отправить на органы, если её боссам что-то не понравится. Именно поэтому она испытывает искреннюю симпатию к главному герою, который не прочь с ней просто так поболтать. Редом с проедиции можно встретить безумную старуху, одетую в лохмотья и непонятно то ли использующую маску, то ли и правда так выглядящую. Если это маска, то она отдалённо напоминает таковую из японского театра Но под названием Ханни, которая олицетворяет душу женщины, превратившуюся в демона. Она несёт какую-то чепуху, не имеющую никакого смысла. Сначала она говорит что-то про Ока, а затем вообще обращается к нам, будто мы и есть Ока. Встретившись с ней в первый раз, её слова абсолютно ни о чём не говорят. К тому же, последующие наши встречи будут лишены какого-либо смысла, ибо она повторяет одно и то же разными словами. Однако, несмотря на это, если после прохождения игры не забыть то, о чём она говорит и попробовать в это вдуматься, то можно будет прийти к очень интересному выводу, который я, конечно же, озвучу позже. Кстати, Ока – это искусственные спутники Земли, которые за последние несколько лет очень сильно усложнились. Сейчас они используют современные алгоритмы машинного обучения и развитые нейронные сети, которые помогли им выработать обширное понимание человечества. Более того, ходят слухи о том, что благодаря этому они чуть ли не обзавелись личностью, из-за чего начали вмешиваться в земные дела, помогая нуждающимся людям. Чуть выше старухи находится Хулиганка. Она входит в состав подпольной организации, которая противостоит слежке и контролю небес. Её миссия – нейтрализовать особые устройства по наблюдению за людьми, которые называются Коты – кибернетические осведомители-ретрансляторы. Да, вы правильно поняли. Они не только называются так же, как и милые пушистые зверьки, но и так же выглядят. Эти прелестные агенты небес летят за жителями Южного Рынкока и отсылают собранные данные на сервера системы управления гражданами. Вот так забавно в их мире обыграна слежка за людьми. В принципе, в плане лора её роль на этом заканчивается, потому что выполнение её заданий имеет больше геймплейной характера. Если помогать ей взломать котов, то она даёт доступ к тайникам Альянса с оружием. Следующий персонаж – это Дилец. Он компульсивный игрок и инвестор, всегда ищущий способы манипулировать рынком и совершать финансовые убийства. Дилец эгоист и живёт только для себя, ему совершенно наплевать, что нужно сделать ради новой прибыли. Самое интересное, что у него наверняка есть всё – инсайдерская информация и офис в самом престижном районе. Тем не менее, он всё равно продолжает спускаться в эти трущобы, чтобы выудить подпольную информацию. Забавно, что в своём первом диалоге с главным героем, он упоминает имя Форк Паркер, говоря, что собирается стать даже богаче него. С этим связана отдельная история. Дело в том, что Форк Паркер – это вымышленный главный финансовый директор Devolver Digital, а также любитель хорошего вина и женщин. Первоначально он являлся символом серии SamHD и появлялся в промо-ролике. Позже он был добавлен в пресс-релизы и в конце концов издательство настроило фальшивый твиттер для него, где он размышляет, сколько денег он украл с помощью игр и время от времени высмеивает конкурентов. В общем, это своего рода пасхалка Devolver Digital, которая изначально образовалась в играх про серьёзного Сэма. В Лоре же сам Дилец практически никакой роли не играет. Он нужен только для того, чтобы получать дополнительную карму за сведения после заданий. Чуть дальше Дельца на улицах Ренкока можно найти художника Калеку, прирождённого преступника и член соответствующей банды. Два года с ним произошло нечто ужасное. Его мать использовала тело своего сына, чтобы провести наркотики. Отсюда и шрам на животе. В отличие от своих товарищей, он не занимается насилием. Однажды он увидел красоту там, где остальные видели только грязь и уродство. Он сложил оружие, но по-прежнему носит татуировки банды, а все свои силы он сосредотачивает на искусстве. Весь Ренкок – его полотно. Он хочет, чтобы его граффити были повсюду, особенно в самых опасных и труднодоступных местах. Кроме того, художник является третьим ребёнком в семье, из-за чего его судьба была предопределена с самого начала. Дело в том, что в Ренкоке строго соблюдается политика двух детей. Семьи обязаны отдать своего третьего ребёнка на государственную службу. Они могут стать кем угодно – относительно виртуальности до донора органов или до несовершеннолетнего эскорта. Причём это – наименее страшный сценарий. По этой причине многие родители прячут своих детей от ужасной участи, рискуя быть арестованными. Некоторые дети, осознавая, что их ждёт, сбегают, присоединяясь к местным бандам и становясь изгоями. Однако властям это только на руку, так как преступные группировки играют важную роль в экономике. Собственно, это практически все персонажи, с которыми может взаимодействовать главный герой, находясь вне заданий. Осталась только Алина, но о ней мы поговорим чуть позже. Есть ещё одно место, в котором можно вести какое-то подобие диалога, правда оно больше связано с геймплеем, чем с лором, хотя при этом даёт взглянуть на довольно любопытную фантазию на тему религии в киберпанковом будущем. Это Церковь Беспорядка. Она оформлена в стиле ночного клуба, а сама религия прибыла более развлекательный характер. Более того, идя навстречу прихожанам, Церковь сменила имидж, а клубы добавили дополнительное духовное измерение. В результате, они стали одним и тем же, заполнив особую нишу и предлагая физическое освобождение и духовный путь без вины. Ну, как минимум они так говорят. В итоге их основная задача – предлагать карму в обмен на страдания. Ну а теперь давайте наконец вернёмся к Колдуну. Он платит этой банде за то, чтобы они его охраняли, поэтому при встрече они настроены крайне враждебно к главному герою. Несмотря на это, нашему дружку всё равно удаётся пробиться через эту армию, иногда встречая довольно сильных членов банды. Сначала это был Юрик, главный юрбочек Коллег, потом Дон Виус, слетевший с катушек Благер, которого достал нытью и претензии зрителей, а в конце нерв – главарь Коллег, орудующий огромной катаной и презирающий огнестрел. После его убийства главный герой присваивает себе его катану и титул, становясь новым главарём банды. После выхода из локации он даже дарит ему очень милую общую фотографию. В итоге, дружок добирается до Колдуна. Тот в страхе умоляет о пощаде, но она предлагает взломать его мозг, на что главный герой охотно соглашается. Кстати, здесь происходит кое-что совсем незначительное, на что совсем не обращаешь внимание, но это может пролить свет на личность нашей подруги-хакерши. Она раняет линзу и просит немного подождать. Запомните, потом нам это пригодится. Найденные данные говорят о том, что сигнал от брата исходит из зоны Ханза. Это огромный завод и транспортный центр на окраине Южного Рэнкока. Он работает 24 на 7 и это буквально не спящий улей сборочных машин, поездов и грузов. Ханза – прочная корневая система небес, абсолютно всё, оборудование виртуальности, система безопасности, механизмы, лёгкие тяжёлые станки – всё собрано здесь. Управляет житой зоной один из псов небес – король трафика, правая рука босса. Он возглавляет её буквально, так как потерял своё тело много лет назад. Поговаривает, что ему около 200 лет. Жёсткие эксперименты и суровое обращение с телом привели к тому, что оно разрушилось. Теперь его жирная и уродливая голова является единым целым с Ханза, так как его мозг подключён ко всем цепям, программному обеспечению и данным. Именно с этим местом деловыми отношениями связана Алина, владелец клуба Зу на самой злачной улице города. Она крепкая, трудолюбивая и не особо доверяет людям, из-за чего можно сделать вывод, что наверняка что-то скрывает. И на самом деле так и есть. При первой же встрече с ней она просит нас оказать ей услугу. У неё есть банда, которая занимается перевозками для торговой сети небес, так вот про это узнали Ангелы, из-за чего ей пришлось прикрыть на время свою лавочку. Поэтому она просит разобраться с ними за вознаграждение. Ангелы – это жизненно важный элемент безопасности небес. Они передают данные и энергию обратно своей матери и получают от неё приказы через очень толстые пуповины. Двух одинаковых Ангелов не бывает. У каждого свои способности, арсенал, личность и даже IQ. Всё это из-за того, что внутри них находятся настоящие живые люди, жизненную и ментальную энергию которых выкачивают прямо из них. Можете ли вы представить что-то более ужасное? Так вот, главный герой направляется в эту зону, где встречают очередных противников в лице технопсов – промышленного варианта стандартной охранной единицы. Также этот район кишит техника под названием Йоши. Это универсальные промышленные роботы грузоподъёмностью 21 тонна. Они экипированы всем необходимым и используются в качестве бесплатной рабочей силы там, где люди не могут работать из-за жары и токсичности. Ещё они наделены и среднего уровня и дружелюбной личностью, из-за чего стали любимчиками рабочих. Естественно, технопсами всё не ограничилось. Кроме них, главные герои пытаются остановить ещё Триада – самопровозглашённые потомки китайского мафиозного клана – и экзо-наёмники – элитные тяжело вооружённые головорезы высшего эшелона. Их используют исключительно лица и организации, которые могут себе это позволить. Также не обошлось без очередных наёмников, которых разыскивает по всему рынок Коко. Сначала это капитан Богдан – военный преступник. Кстати, и с ним связана одна очень забавная отсылка. После его смерти падает оружие под названием «Пастырь Е2517», что в свою очередь отсылает нас к фильму «Тарантино. Криминальное чтиво», в котором персонаж Сэмила Эл-Джексона цитирует искажённый отрывок под тем же номером из проповедей пророка Иззекиля. Следующий наёмник – Хун Ши, член царского клана Маньчжу, убивший своего отца. И последний тень – молодой и очень скрытный террорист. Но самым главным и грозным врагом для Дружка стала мать и её ангелы, которые её питают. Мать – это огромная разумная машина. Она питает нерешимую сеть безопасности небес. Она может взять под контроль практически любое устройство или машину в любой среде, к которой она подключена. Более того, в ней развилась очень безжалостная, даже садистская личность, которая делает её пугающе эффективной. Её абсолютная власть подталкивает её играть со своими противниками в больные игры. Правда, ни рядовые противники, ни наёмники, ни даже мать не могут остановить главного героя. В конце концов, он добирается до короля Трафика и сражается уже с ним. Конечно же, он тоже проигрывает и его мозги оказываются пожаренными с целью узнать больше информации. Оказывается, что брат Дружка на одной из ферм в кошмарном месте глубоко под городом. Только вот чтобы туда попасть, нужен его биоключ, поэтому король Трафика становится заложником и марионеткой. После этого Дружок вместе с Королём двигают в Ренкок, где Механик устанавливает на нашего напорника особое устройство, позволяющее его контролировать. Если он решит ослушаться, то получит огромный заряд тока, что должно заставить его сотрудничать. Теперь, когда можно не волноваться о его намерениях, Дружок и Король уже вместе двигают в Преисподнюю. В Преисподней находятся фермы Воображения, на которых 24 часа в сутки создаётся виртуальность. Это ведущий бизнес в регионе Ренкока, развиваемый небесами. Она соединяет виртуальные среды с сенсорными стимулами, исходящими от так называемых носителей. Для тех, кто оказался безработными, такая работа стала последним и лучшим вариантом с точки зрения заработка на жизнь. А со временем этот бизнес стал основным заработком района. Кстати, интересный факт. Если не считать куртку, то главный герой одет в такой же костюм, который носят носители. Сами фермы работают открыто и легально в некоторых престижных районах. Правда только часть. Другие же, особенно те, что поставляют нелегальные развлечения расположены глубоко под землёй, чтобы скрыть местоположение носителей и нечеловеческих условий, в которых они прибывают. Модуль напоминает ячейки вулей, а все фермы управляются матерью. Вообще всё это место похоже на горяченный бред свихнувшегося пчелиной матки. Там всё какую-то до абсурдности извращённое. Прибыв на ферму, мы используем короля в качестве биоключа, чтобы получить доступ к тем местам, куда бы просто так не попали. В какой-то момент перед главным героем снова появляется мать. Она атакует короля, который предал её и затем переключается на игрока. После очередного проигрыша она вызывает тяжёлого киборга и приказывает ему убить нас. У этого врага можно заметить очень знакомые нам когти, о которых, что забавно, даже в описании говорится, что они сделаны из адамантия. Там, глядя, где-то и сам Росомаха бегает. После победы над киборгом, дружок поднимает короля и заставляет его работать снова. Следующая их цель – печь. Там появляются новые враги и наёмники. Среди наёмников Наяк, которого ещё в младенчестве нашли учёные и превратили его в машину для убийств, и Кхок – крестьянин по происхождению, сменивший серп на дробовик и превративший жатву в кровавую. Что касается рядовых врагов, то сначала нам предстают Гарапи – скелеты мёртвых носителей и павших союзников и врагов, усиленные алюминиевым сплавом и ведомые жаждой крови, а затем и сами опустошённые носители. Работники виртуальности, зарабатывающие карму, являются источником развлечений. Благодаря ним, стимулы, что они испытывают, передаются клиентам, как часть реальных ощущений. Проблема в том, что когда носитель транслирует слишком много симуляций, их мозги не выдерживают давление и перегружаются, из-за чего они могут расплавиться и тогда их личность будет полностью потеряна. В таком состоянии опустошённых и обессиленных этих бедняк можно заставить делать что угодно. Сами по себе-то они почти безобидны, но атакуя группой могут не оставить и живого места. Кроме всего этого, дорогу к брату преграждают поля из раскалённых капсул носителей, что значительно затрудняет продвижение. Благо, у главного героя есть Король Трафика, которого не жалко использовать, чтобы безопасно пройти это расстояние. Со своей работой он справляется, правда выжить ему всё-таки не удаётся. Но и это ещё не всё. В итоге мы снова натыкаемся на мать. Выясняется, что всё это время ей управляли конченые сёстры, а сама мать была всего лишь их транспортом. Они сиамские близнецы, соединённые мозгом, первой хозяйки виртуальности. Аккумулируя непрерывные потоки данных, они потребляют всё больше и больше мозговой и технической мощности, чтобы оставаться в живых и обрабатываться и расширяющиеся видения. Необузданное воображение привело к необратимым изменениям в их психике и личностях. Сёстры по-прежнему являются ядром виртуальности и поставляют туда самый разный опыт – от благодати до неописуемого ужаса. Вне ферм они придвигаются в брюхе матери, а на самих фермах они контролируют всё – ловушки, отряды охраны и носители, которых используют в качестве пушечного мяса. И вообще, они просто конченые. Сёстры наконец появляются перед главным героем и представляют ему его нового противника – короля-киборга, которого они нашли, оживили и наделили новым телом. С серостью он бросается на игрока, но, как обычно, проигрывает, погибая в последний раз, после чего сёстры немедленно удаляются, а дружку больше ничего не остаётся, кроме как следовать за маячком своего брата. Найдя его, главный герой оказывается в ловушке сестёр, которые притащили с собой кучу носителей и решительно настроились устранить его. Однако у них ничего не выходит. Сначала он убивает одну из сестёр, а затем добивает и вторую, останавливая весь этот ад. Вот и всё. Теперь главного героя никто не отвлекает от его цели, поэтому он направляется к своему брату на заветную встречу. Происходит торжественное воссоединение и… дружок оказывается на небесах. Причём в буквальном смысле. Его привела сюда капсула, в которую он зашёл, думая, что там находится его брат. В принципе, это оказалось почти правдой, потому что она в итоге привела его к своему брату, в кавычках, который оказался самим боссом небес. Дело в том, что король и конченные сёстры, Серый Кодинал Небес, задумали переворот, чтобы свергнуть большого пса и захватить корпорацию. Для этого они использовали главного героя, который на самом деле является биосовместимым… братом… босса, то есть грубо говоря ящиком с запчастями. Они нашли дружка и запрограммировали на его убийство, а поскольку они биосовместимы, главный герой единственный, кто может пройти через охранную систему. Насколько я понял, они не являются настоящими братьями. Дружок скорее его клон, который он держит в тайне от всех и использует, когда ему нужно что-то позаимствовать. Например, когда босс попал в аварии и потерял там руку, он получил новую, забрав её у главного героя. Так вот им бы удалось убить его, если бы с ним не связалась она и не предложила ему свою помощь. Она создала программу Большой Брат, чтобы разыскивать и устранять предателей, пока он наблюдает за всем этим через транслирующую маску. Но её основная цель – териться в доверие к боссу, подобраться к нему как можно ближе и затем уничтожить всю корпорацию. А ключом ко всей этой схеме стал главный герой. И тут возникает вопрос – кто же собственно она такая? Ух, с этим всё очень сложно. Не уверен на 100% в своей версии, но скорее всего она всё-таки верная. Так вот, вы помните тот безумный диалог со старушкой Южного Ринкока в самом начале? Он является огромной подсказкой к её личности, на которую почти никто не обращает внимания во время первого прохождения. Обращаясь к нам, она говорит, что настоящее лицо за маской – это Ока. Сначала я думал, что это такой странный способ сломать в четвёртую стену, но потом понял, что она говорит о нашей подруге-хакерше – ты пришло, ты увидела, ты знала. Затем она говорит, что чтобы добраться до короля нужно начать с пешек, имея в виду колдуна, короля и сестёр, которые приведут к боссу. А потом и вовсе называет нас спешкой и просит следить за нами. Более того, забавно, что она упоминает мишень на спине и то, что за нами следят, при том, что под персонажем и правда находится некое подобие прицела и даже сама камера находится сверху. Кроме того, если это действительно правда, то небольшая фраза нашей подруги о том, что она уронила линзу после перезагрузки мозгов колдуна приобретает совсем другой смысл. Ну, типа, сами подумайте, она – это огромный спутник, какую линзу она могла тогда уронить? На эти мысли меня натолкнули её слова и внешний вид в конце игры, когда, обращаясь к боссу, она спрашивает у него «Ты думаешь, что я обычный хакер?», а затем её лицо как будто разбирается на части. После этого она заставляет нас лично убить босса и начинается в самый хардовый момент игры. Естественно, главный герой побеждает и остается лицом к лицу с боссом. Тот подходит к дружку и требует наконец закончить начатое. Концовки, в принципе, толком не отличаются – в одной он сжигает мозги босса, также как и предыдущих товарищей, а в другой забивает его до смерти трубой, что смотрится пожёстче, конечно. В итоге, дружок садится на мотоцикл и едет в неизвестном направлении в то время, пока к нему обращается она со словами «Если выживешь, увидимся там, где небеса встречаются с землёй». Эти слова звучат как намёк на продолжение, но если рассматривать их во третьей части или дополнение, которые даже неизвестно будут ли, то оставляют не самый приятный эффект после себя, так как по сути является дешёвым кривхенкером. К тому же нам ничего не рассказали про то, куда направился главный герой, что с ним будет, какая у него цель и что за мотивация была у неё. Вот об этом я и говорю. Игра очень сильно привлекает своим мрачным и жестоким миром киберпанка, в котором прописано очень много деталей, начиная от описания пушек с их производителями и заканчивая виртуальностью, а вот с сюжетом есть проблемы. Конечно, твист в конце был довольно интересный, да и если теория соком верна, то тогда это вообще круто, что они так заморочились и не сказали об этом прямо, оставив пищу для размышлений игроку. Однако, непонятно, например, почему она остановила дружка, когда тот уже почти добрался до босса, если она хотела убить его. Почему она вообще хотела его смерти? Что стало с небесами и многое другое? Некоторым персонажам банально не хватает мотивации, а некоторые моменты толком не объяснены. Например, почему дружок такой мощный, если он всего лишь клон или кто он там такой вообще? В любом случае, игра стоит того, чтобы её пройти, как минимум из-за приятного саундтрека и зубодрубительного экшона, при слове, что вам такой нравится, конечно. Очень надеюсь, что разработчики выпустят хотя бы DLC, чтобы расширить их мир и больше рассказать про главного героя и его подружку. Уж очень клёвно получились эти персонажи. А на этом всё, с большим удовольствием разбирал эту игру для вас. Очень надеюсь, что при разборе я ничего не забыл. Если всё-таки что-то упустил, то обязательно напишите в комментариях. Более того, уверен, что у вас есть и свои мысли по этому поводу, поэтому смело их пишите. Мне будет очень интересно их почитать. А также напомню, если у вас есть игра, которую вы бы хотели, чтобы я разобрал, то можете её посвятить мне у нас в группе ВКонтакте или же напрямую подарить в Стиме, ссылка на которую находится в описании. Только, пожалуйста, если вы всё-таки решитесь так сделать, то лучше напишите перед этим мне, а то вдруг я до неё не успею дойти или банально не захочу разбирать, а напрасно тратить ваши деньги я не хочу. Кроме того, если есть желание как-то помочь мне, то также можете написать ВКонтакте или пожертвовать определённую сумму, которая опять же, пойдёт на приобретение игр и улучшение качества контента. Все ссылки на это будут в описании. Тратить ваши деньги на меня я вас не заставляю, но если вам понравилось видео, то обязательно поставьте лайк и напишите комментарий, чтобы его видело как можно большее количество людей. А также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео и спасибо за просмотр! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!